Добрый вечер. Это отдел журналистских расследований ближе к делу. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Тема на сегодня – крупная водная артерия на западе страны, река Урал, под угрозой. В прошлом году в Казнете появились шокирующие кадры, где вместо полноводной реки страна увидела ее остатки. Стоим ли на пороге экологической катастрофы и возможно ли ее избежать? Лучшие спикеры в студии уже готовы поделиться своим видением решения проблемы. А пока прошу уделить внимание фильму, который мы подготовили. Проблема в том, что мы обратили внимание еще с детства, что у нас резко ухудшилось состояние рек и водоемов, в том числе и реки Урал. У нас последние 17 лет, по статистике, маловодный период. Хотя раньше период маловодия в Урале не превышал 5-7 лет. То есть каждые 5-7 лет был 3-4 года маловодный период. Потом Урал наполнялся, был паводок, были проблемы социальных ракетов, потапливал населенный пункт. Но вода была. Но последние 17 лет воды нет. То есть весной, когда ожидаешь бурный подъем воды, зачастую воды нет. То есть лед скатывается, а воды нет. Когда начинается период хозяйственной деятельности, космосхозяйственная деятельность, увеличится все больше водозабор, воды еще меньше становится. Вот, 93-94 год. Было последние 8 метров. Когда вот это все затоплялось, уже сколько лет прошло? 20 с лишним лет. Вот. То есть это все высохло. Вот. Теперь вот для того, чтобы, как говорится, лечить это дело, ну, как болезнь, надо знать причины. А почему это произошло? Отчего? Такую уровень. Вот. У меня есть данные. Вот в 27-м году здесь, в Уральске, поставили водомерный пост. И каждый год прибыль отмечают. Вот с 27-го года у меня, ну, по сегодняшней, как говорится, день, есть эти все данные. Я почему говорю, что это вмешательство, это, говорится, рукотворное дело? Потому что я взял вот период, то есть с 27-го по 57-й год. 57-й год – это ввод Эриклинского водохранилища в эксплуатацию. И это все водохранилища, которые удерживают воду реки Урал, Жаек. Вот оно, смотрите. Вот. Если приближать, вот видно плотину саму. Вот она, плотина. Вот она, плотина Эриклинской ГЭС. Вот это все – преграда для полноводия реки. Вот смотрите, давайте увеличим. Смотрите, какой она огромнейшая. Вот с 27-го по 57-й год больше 8 метров было 9 раз прибыль воды. То есть вот это все заливалось, ну, примерно, там, 30 лет, примерно в 3 года раз вот это все заливалось. Потом я взял с 57-го по… после введения в эксплуатацию Эриклинского водохранилища, взял, значит, с 57-го по 87-й, еще 30 лет. Вот за этот период, за эти 30 лет всего один раз было. То есть вот представляете, сколько воды сюда не зашло. И следующие, там, вот 30 лет, с 57-го по 17-й год, было всего 2 раза. Вот получается, что в 60 лет всего 3 раза. Это в 20 лет один раз, понимаете? А там, вот когда мы не влазили вот в это, не строили там, вот это Эриклинского водохранилища, то было в 3 года раз, понимаете? И вот постепенно вот эта пойма вся высыхала и до сих пор продолжает высыхать. К сожалению, после 90-х годов у нас информации о строящихся, существующих водохранилищах на территории Российской Федерации нам недостоверно известны. Мы знаем, да, там по Уралу имеются три крупных водохранилища. Это Магитов-Гурский, Верхноуральский и Эриклинский водохранилищ. Эриклинский каскад и последний, то есть ближе к нам. Там, значит, накапливается проектный объем 3 миллиарда 257 миллионов километров воды. Это проектный объем. То есть до поступления в Вику Уралу сперва наполняются те три водохранилища, которые находятся на территории Российской Федерации. Примерно основной объем этих трех водохранилища более 4 миллиарда километров воды. Многие связывают обмеление реки Урал с этими водохранилищами. Но, тем не менее, сток реки Урал в основном играет река Сахмара. Это на территории Башкортостана. Почти 40% паводок дает именно вот этот Сахмар. В этом, мы до этого Сахмара, я же говорил, паводка не было. Культивационных мероприятий в Урале вообще не было. Ни одного. То есть вообще никаких действий власти не предпринимали? Нет. Так мы же много об этом говорим. Собираются какие-то советы, приглашали даже как российские. У нас пять комиссий работают, да, две межгосударственные. Меморандум подписано много, а еще больше подписано межгосударственное соглашение. Вся проблема в том, что эти все мероприятия остаются на бумаге. То есть даже деньги, если выделяются в бюджет области, они уходят куда-то на социальные нужные, на необходимые там акимат какие-то требования, на экологию практически. Она последние лет 10-15 у нас вообще в стагнации. Между правительствами Российской Федерации и Республик Казахстан подписаны дорожные карты совместных исследований по улучшению экосистемы реки Урал. То есть с 2020 года вот эти работы проводятся. То есть это уполномоченные Министерства экологии от нас и с российской стороны также. Там совместные эксперты принимают участие. Происходит обмен информацией, там обмен информацией по составу, по загрязнению реки Урал. Там происходит также обмен информацией по водности, по Верховьям. И подписана совместная дорожная карта. Нет, а вот конкретно что было сделано? Какие исследования начались? Какая работа помимо? На сегодняшний день проведены, происходит обмен информацией там по составу воды, по линии гидрохимии, получается. Состав, получается, источники загрязнения воды, откуда происходит, выявляется. Во-первых, заняться наукой, научно-исследованием реки Урал, изучить, какие реки попадают сюда. На сегодня, в каком они состоянии, эти реки заилины или там запрудили, поставили, может быть, переградочное сооружение, может быть, там водохранище построили. Это нас сегодня достоверно неизвестно. Мы в прошлом году как-то работали по Уралу. Опять-таки, в онлайн-режиме, не выезжая никуда, по телефону, это уже, я считаю, это не работа. Работа должна быть с выезда на место, вот так же посмотреть, вот Урал, вот берег, вот в таком аспекте надо работать. Вот водохранище, вот, ну, просто-напросто, наглядно, за один год, за один сезон эту работу никто не сделает. Вся научная работа практически сводится от того, что там сравнивание ряда лет. Возможно, это уйдет на изучение 5 лет, как минимум, я так считаю. Да, но я правильно, да, поняла, то, что мы еще и не начинали. Нет, я не знаю, такой работы в последнее время не было. Я, по крайней мере, на территории Республики Казахстан. В России, может, там где-то что-то изучали, но мне это неизбестно. Да, меня сейчас интересует вот наша казахстанская страна. Да, в Казахстане последние 30 лет изучение реки Урал на уши, а в основании чего-либо не было. У нас из-за этого начали гибнуть и помины леса, и проблемы с водопроводом появились. То есть у нас город последние 3 года осу и нехватку воды испытывает. Водозабор в городе упал ниже нуля, он практически оголился. И проблемы с этим, с обеспечением воды в городе и в населенных пунктах по области тоже из-за этого. Объем воды в реках уменьшается, водозабора нет. Помню, какой-то год был, что настолько унифский уровень воды, что вместе с вот этим илом, песком чуть ли не подавали потрудку. Желко, да. Ну, я говорил, критическое норм. Он оголился вот в заборах. А чем вы можете объяснить такое вот бездействие, такую пассивную позицию власти? Ну, почему пассивно? Они каждый год бьют тревогу, пишут слезные письма, в Россию кричат увеличить объем сброса воды. Ну, как бы сказать, понимаете, там все по старинке. Люди привыкли жить в изменяющемся мире и не учитывать эти изменения, и поэтому и происходит. У нас сейчас по планете климат изменяется, да, у нас картина меняется. У нас среднестатистический уровень температуры вырос на 5-6 градусов. Соответственно, и испарение увеличилось. А есть люди по, извините, по таблицам, которые гидротехники у нас рассчитывали, в 70-х годах прошлого века живут. Чего можно об этом говорить? Вот смотрите. Ну, это вот район, где у нас, вот Уральска, да? Вот. Вот видите, вот эти вот старицы. Вот когда, допустим, идет вода, вот сюда прибывает, да, и вот здесь, то есть она откладывает, вот эта вот старица, она когда-то, ну, когда-то здесь было русло Урала. Потом русло ушло сюда, это осталось. И вот когда приходит вода, то откладывает песок. Следующая пришла еще. И вот эти вот все, вот эти вот старицы, они все отшнуровались. Вот для того, чтобы сюда вода зашла, надо более 8 метров. А наша задача сейчас сделать, то есть вот задержать эту, даже вот, какие сейчас вот приходят, 4 метра, 5 метров, оставить здесь воду эту весеннюю. Что для этого надо? А она как бы, то есть когда идет сюда и откладывает песок, то есть вот он отложил, то есть она вот этот песок, и дальше идет. Вот эта вот часть, это как плотина получается. И там надо просто здесь вот почистить, там, 30-50 метров, там, трактором вот так вот, чтобы вот эти даже там 3 метра, 4, вода сюда заходила. То есть весеннюю воду, то есть основная задача, эту весеннюю воду сохранить здесь в пойму, чтобы она зашла сюда, в пойму. Надо вот эти вот, вот эти вещи тут вот, ну, то есть очистить, и чтобы она вот пошла вот, вот здесь вот очистить, вот это вот сюда пойдет, вот это сюда пойдет, вот тут их тысячи, понимаете? И вот это вот надо почистить, и сюда весеннюю воду заходить, и пойма зальется, зальется пойма, и будет держать уровень реки Урала. Есть у вас пара-тройка идей, которые можно притворить жизнь, тем самым, тем самым помочь реке. Вот расскажите, одна из них вы хотели предложить углубить каналы? Ярики, протоки, Старицы, то есть это природные объекты водные, которые Урал, в силу того, что он протекает по достаточно мягкопощенным грунтам, он размывает периодически, заходит в одно русло, промывает, уходит. Ярицы, Старицы, они получаются как бы водоемы, ну, природного, полуискусственного происхождения, потому что многие сейчас их расчищают, там, даже дачники из них водозаборы делают, то есть им это удобно. Вот эти, так скажем, мелкие водоемы, мелкие речки, да, их надо заполнять водой, они тогда на микроклемы будут влиять, потому что смягчать погоду будут. И водозапас у нас будет, водообменный, происходить, потому что грунтовые воды, источники, которые питали Урал, они за счет них и существовали, обновлялись. А сейчас у нас эта работа не проводится, и русло никто не чистится, и получается, что у нас и источники гибнут. Ну, кто-то с этим мнением не согласен, они говорят, вы видите, и так достаточно низкая, получается, высота, да, глубина у реки, и небольшой объем воды каждый раз приходит, а чтобы это все опять заливалось в эти прежние русла, это надо углубить чуть ли не на 6 метров. Кто будет этим заниматься? Вот такой аргумент. Чтобы она вышла с берегов и пошла затапливать поймы реки Урал, надо еще поднять эту реку на 5 метров как минимум. То есть углублять надо на 5 метров ниже, чтобы эта вода зашла туда. Ну, это тоже, опять-таки, без научного обследования, без изучения реки Урал, где хотим, что хотим творить, тоже нельзя. Я говорю, ребят, хорошо, а давайте вспомним, как у нас Урал вообще водой наполняется. У нас обычно, да, ну, апрель-май месяц, это паводка ситуация, стихийное прибавление воды, и у нас там вода достаточно хорошо поднимается, 5, 6, 8 метров, 11 метров, говорю. Вам зачем, говорю, ну, межпаводковый период ее докачивать дополнительной водой или углублять русло? Вы расчистите это русло, чтобы она весной вода зашла, и поставите шандору, чтобы закрыть ее, когда она вода начнет спадать в русской реке. И потом потихоньку сбавляете, говорю, объем воды, добавляя ее в Урал, межпаводковый период, и вам будет удобно, и Урал будет в пользу. Каковы шансы приблизить экологическую катастрофу? Если мы скажем, да, это циклично, нормально, природа сама справится. Каковы шансы, что у нас завтра будет экологическая катастрофа? Шансы, она уже идет, катастрофа. Она уже началась. Она началась вот с 57-го года. Вот с 57-го года это уже течет не Урал, это течет Сакмара, потому что основную воду стала давать Сакмара. Урал уже, как говорится, к этому отношению ничего нет. Сейчас Сакмары в Башкирии сделали водохранилище, все, и Сакмары перестало тоже давать. А вот люди, когда с ними разговариваешь, они говорят, почему вот со стороны России нам не отпускают нормальное количество воды, что его прям целенаправленно подают в час по чайной ложке, грубо говоря, и людей это немножко раздражает. Ну, я там даже не час по часу, там до низ сбрасывают 15 кубов в секунду от Эриклинской водохранилище. Ну, это нет ничего. Судить по объему, это вот плеснули, как говорится, чайную ложку, и все. Так, а зачем это делаете, как думаете? Я думаю о чем? Что, ведь все говорят, что скоро вода будет дороже золота, дороже нефти, понимаете? Вот. Поэтому вот скоро ее начнут продавать, скажут, вам надо, ребята, водичку? Надо. Заплатите, мы вам сбросим. Ну, я так думаю, это на мой взгляд. Проблема в том, что, как вам сказать, у нас нет специалистов, способных к этой деятельности. У нас в последний раз ВУЗ выпустил специалистов, именно гидро, гидротехник, гидроинженер в 1982 году. А вот те сейчас специалисты, которые работают в горводхозах и прочих-прочих похожих организациях, это... У нас есть газводхоз, горводхоз, да, горводстрой. Это старая элита, вы заметили, там в основном пожилые люди. Это которые образование получили при Советском Союзе. Надо уделить внимание подготовке кадров. Потом наш профиль, то есть водное хозяйство, то передают экологию, то передают в Министерство сельскохозяйства. Тоже неопределенность получается. Те, значит, руководители, которые работают, скажем, нынче и раньше работали, они уходят в другие министерства. Только-только, скажем так, занялись водным хозяйством, приходят новые люди. К сожалению, те же руководящие наши в Верхах не имеют специальности. Инженеры-гидрологи, инженеры-гидротехники. Ну, то есть они далеки от воды. Вот здесь, где сейчас земля. Вот был такой же лес, который он там стоит. Только он там суховерший, здесь был лес более живой. Настоящий живой. Вот, вот такой вот лес был. Вот здесь. Вот здесь прям. Вот на этом месте сейчас куча земли лежат. Все это порубили. Вот вы приходите, говорите, почему вы здесь строили. Он говорит, это моя частная земля, что хочу, то и делаю. Вы сказали, что здесь 100 метров, 500 метров, ничего строить нельзя. Нельзя. То, что вот это происходит. Без проекта, без согласованного проекта он это делать не имеет права. Это вообще однозначно совершенно. Сейчас выясняется, что с экологией он не согласован. Он так и не согласовал. А проект ему, я надеюсь, никогда не согласуют, потому что это водоохранная полоса. Хорошо, давайте, чтобы зрителям было понятно, почему вы так за эти поймены и леса бьетесь. И при чем тут Урал, казалось бы, если бы мы на Чигане. Смотрите, ситуация такая. Любая река, например, есть горные реки, есть степные реки, есть лесные реки. У каждого сложившийся свой бассейн, у каждого своя структура. Как только деревья исчезают с берегов рек, у реки начинаются проблемы. Во-первых, увеличивается испарение, испарение увеличивается в разы, если не в десятки раз, не могу сейчас точно цифру сказать. Из-за того, что деревья высыхают, из-за того, что их просто нет, происходит эрозия почвы. Почва просто выветривает. Те деревья, которые еще, может быть, остались, эрозия почвы действует и на них. У них начинает суховершие, они начинают сохнуть, у них начинает сохнуть корневая система. В итоге они просто падают, падают в эту же реку, на них наносится ил, песок, и появляется очередная отмель. Кроме того, берега разрушаются, как я уже сказала, увеличивается испарение. И вот теперь смотрите, Чиган – это одна из главных рек, которая питает Урал. Те представьте, все, срезали мы весь лес, вот у нас выдуло всю почву, Чиган пересох, все. У Урала сразу теряется огромная водяная нить. Все, спасибо огромное. Да не за что. Главное, чтобы от этого польза была. Вот я сама молюсь и надеюсь. Я уже тараторю об этом несколько лет и говорю, и все это, знаете, мне уже самому это, знаете. А почему такое равнодушие? Почему мы с вами понимаем, что это завтра может обернуться бедой, а чиновники почему-то сидят спокойно? Потому что это надо что-то делать, понимаете? А, делать не хотят, по-вашему? Да. Ну, раз не делают, значит, раз так можно. Ну, то есть, я понимаю, что это немного наивный вопрос. У нас все научились говорить хорошо, но, к сожалению, разучились делать, понимаете? Вот проблема. Вот такой вот итог фильма. И главная здесь фраза, мне кажется, прозвучала в конце. Хорошо научились говорить, делать разучились. Вы согласны с этим? Абсолютно верно. Так, поделитесь мыслями. Дело в том, что, смотрите, очень актуальная тема. Буквально вчера у нас в парламенте прошли парламентские слушания. Тема развития водной отрасли Республик Казахстан. И вот эти вот все проблемы, которые, кстати, в частности, здесь были, вот буквально в этом фильме озвучены, об этом мы вчера говорили. Не только Урал, это и Сырдарья, и это и другие водные объекты нашей страны. То есть, вода на сегодняшний день, я считаю, проблемой номер один становится. Опять-таки, вот, ну, чтобы перейти от таких вот говорилин к реальным делам, вот, как сегодня, вернее, как в фильме говорится, да? Вот, к примеру, я задал простой такой вопрос. Вот почему реку Жаир не включают в перечень объектов особого государственного значения? По становлению правительства, еще в 2004 году, номер 59, Каспийское море, Балхаш, Аральское море, Зайсан, Алакуль и река Иртыш были включены в этот перечень. Вот, к примеру, чем отличается река Иртыш от реки Жаир? Такая же трансграничная река, такие же осетровые, там же водятся, что и на Урале, в Жаирике. Полтора года не могу добиться. Мы, депутаты, неоднократно подавали свои депутатские запросы для того, чтобы, наконец-то, родить это постановление правительства. Так, а в чем причина, почему? Финансовых средств абсолютно не требуется. Одни оговорки. Вот, нужно какие-то исследования провести, вот денег нет на эти исследования. Ну, кстати, это какая-то отдельная боль по поводу исследований, потому что, вы видели, да, люди говорят, это же основа основ специалистов, не хватает, их практически нет, и научных исследований не проведено. Так, как мы собираемся эту реку спасать? У меня вот этот главный вопрос. Да, вот как раз, если бы включили реку Урал, Жаир в этот перечень особого государственного значения, водный объект, то его бы мы зарегулировали, особый правовой режим регулирования хозяйственной деятельности на этой реке был бы. Вот то, что говорим о том, что нужно очищать русло рек от всяких там плотин, дамп незаконно построенных, там водозаборы незаконно построены. Ведь этого не делается, ну, местная исполнительная власть тоже этим должна заниматься, но пока, значит, по голове или по шапке их не ударишь, к примеру, или пинка не дашь, никто ведь не занимается этим вопросом реально. Ну, у нас тогда получается совсем печальная ситуация, обязательно нужно дать по шапке, я не знаю, что ещё нужно сделать, потому что это как бы очень крупная водная артерия, которая занимает… Это не просто крупная артерия, это трансграничная артерия, и это целая экосистема. Её рассматривать надо совместно с Российской Федерацией. Так мы рассматриваем уже не первый год. Вот мы должны с этого начать, и это тоже не требует никаких финансовых вложений. То есть для начала, как вы правильно сказали, как сказали сейчас в фильме ваши эксперты, те, кто давал интервью, научное исследование обязательно нужно проводить, и оно должно быть регулярным, постоянным, чтобы мы могли видеть ряды многолетних изменчивостей и так далее, и опираться в дальнейшем при управленческих решениях как раз-таки на научно обоснованные факты. Вот я как раз шла на передачу, хотела уточнить, не успела у министерства уточнить, здесь кто-то из министерства, да? Можете рассказать, какие исследования последние проводились на реке Жаик? Здравствуйте, уважаемые участники. Ну, в целом, река Жаик у нас начала такое большое понимать внимание общественности. Это вот последние 3-4 года, когда действительно начался такой затяжной маловодный период, и у нас сток реки Урал, вот последние 3-4 года, он не превышает 4 миллиарда код. Ну, был самый минимальный в 2019 году, когда было 3,5. В то же время у нас с россиянами есть протокол, подписанный в 1996 году, где оговорены объемы передаваемых сток по реке Жаик, на территории Казахстана. В целом, по протоколу, если мы говорим, что маловодный период, то объем передаваемых стока по году, он выполняется там в год, в маловодный период, там, 3,2 вроде миллиарда в год сток должен составлять. Ну, там есть такой момент внутригодовое. Это именно когда в апреле, в мае должен быть максимальный сток в паводковый период. Это обязательно для экологического состояния реки Жаик играет важную роль. Это вот внутригодовое, если в апреле у нас там стоит почти полтора миллиарда в маловодный период, это не выполняется, потому что весь паводковый сток, он срезается водохранилищами на территории Российской Федерации. Это как и реклинское водохранилище, и многие водохранилища на Сакмаре, потому что в паводковый период именно боковые притоки дают основной сток реки. Это до 70%, до 80% это паводковый сток, именно если мы смотрим сток по году реки Жаик, и вся вода проходит в паводковый период, и именно в этот период нам нужно обеспечивать полностью затопление, промывку вот этих затоплений в нерестилищ, русел, и именно если мы сможем это обеспечить именно в паводковый период, этот объем, то уже летний период у нас уже будет более мягче проходить, потому что уже это будет отдавать обратно в реку, и будет постепенно, постепенно, и будет затапливать подземные воды, будет тоже это поддерживать. Это, конечно, все гидрология, это надо все проводить более детально, изучать. Ну, вот что мы делаем теперь по этому направлению? С россиянами вот была отмечена, подписана дорожная карта в 2019 году по проведению гидрологических исследований Жаик, Ертыш и других крупных рек. В целом, работа ведется, мы сейчас обменялись гидрологическими данными, но там определенный момент, мы тоже от россиян ждем, именно вот многолетние гидрологические данные, вот за весь период наблюдения, за который есть по Сакмарее, по другим боковым притокам, вот именно чтобы посмотреть, как паводковый сток обеспечит максимальный приток на территорию Казахстана для экологического оздоровления нашей реки. Эти исследования пока планируются завершить в следующем году, ну, в целом, работа ведется, ну, сейчас тоже мы от россиян зависим, их ждем, их, как бы с ними сотрудничаем, ходим на контакт. Они тоже там определили своих экспертов, ну, вот такой момент. Мы видим гидротехника. Я согласен с таким подходом, да, к решению этой проблемы. Вот, кстати, вот вся эта работа еще началась в 2010 году. Создали первую казахстанско-российскую комиссию по проблемам реки Жаир. Потом в 2020 году еще одну создали. Потом сделали вот программу по, казахско-российскую программу по сохранению и восстановлению экосистемы реки Жаир. Я ее очень детально изучил. Она вообще пустая, эта формальность. Вот все на нее ссылаются. Эта программа рассчитана на 21-2024 годы. Там вот эти вот исследования прописаны. Да, исследования, исследования в основном. Потом еще даже есть такой пункт, что изучение законодательства обеих стран. Это зачем вообще такую программу прописать изучение этих законодательств, да, к примеру? Изучайте, без этой программы же можно понять, да, какое у нас есть законодательство. То есть, я считаю, вот эта вот программа, она пустая. Нет реальных дел. Реальные дела должны быть прописаны. Вот то, что говорим, там, с Акмару зарегулировали, да? Почему зарегулировали? Какие они права имели, же обоснования имели? Есть конвенция ООН по охране и использованию трансграничных водотоков. Россия ее подписала. Да, участник она. Да, она участник этой конвенции. Поэтому она должна была согласовывать все строительства, вот то, что в Башкирии водохранилище построили, так. Почему она не согласовывает с Казахстаном? Мы говорим, что зависим от России, да? В то же время нарушаются все вот эти вот законы, которые она же и подписывает. Кто за этим будет следить, да? У нас есть и соглашение с россиянами, которые мы подписываем по трансграничным рекам. У нас там есть тоже пункт, где любые водохозяйственные мероприятия, которые будут оказывать трансграничное воздействие, должны быть согласованы сторонами. Это в идеале. Но опять же мы видим в том же фильме этого гидротехника, который говорит о том, что, да, научных исследований как таковых настоящих не было. Мы вот что-то проводили онлайн с теми же российскими учеными. Но онлайн это не живое исследование. Он говорит о том, что нужно выезжать на места и уже там непосредственно проводить работу. Онлайн могут говорить все, в принципе, не зная реального положения и дел. А вот выезжаешь в прошлом году, вы все помните эти кадры, которые шокировались вот этими огромными кусками земли посреди реки, где люди просто переходят пешком. Раньше там это было невозможно, грубо говоря. И еще момент хотелось бы затронуть. Вы говорите маловодный период. Сейчас очень много говорят о том, что вот есть определенная цикличность, когда вода убывает, вода прибывает. Но нам же нужно учитывать то, что антропологическое воздействие, оно растет с каждым днем, с каждым годом. И это непосредственно сказывается на состоянии реки. Мы не можем сидеть и ждать. Наша проблема заключается в том, что, как у всех стран, которые живут, низовья определенных речных бассейнов. Вот как в фильме сказали, как Даньяр сказал, что где-то около 80% водных ресурсов реки Жаих, Урал, формируются на территории России. Половина из них через реку Сахмара, это территория Башкирии. И около 50% Урал, 10% наша доля. И вот эти водные объекты, сооружения были построены еще до получения независимости в советский период. Вот в научных исследованиях российских ученых, да, конкретно у академика Чебелева прописано, что кроме этих крупных водохранилищ, около 20, которые по численности, имеются еще около 3000 мелких земляных дамб, которые используются для полива. А также еще около 80 водозаборных сооружений для других целей. И он что предлагает в своих исследованиях, рекомендациях? Предлагает, первое, это адаптировать водопотребление с водностью рек. Это означает, что ежегодно мы должны, имея прогностическую продукцию, да, по объему воды, на текущий год, должны адаптировать экономику по будущему водному ресурсу. Второе, господин академик Чебелев предлагает пересмотреть режим работы водохранилищ. Третье, оптимизация этих земляных дамб на целесообразность использования. Четвертое, это переход на современные технологии, водоизберегающие, по поливу, по остальным водопотреблениям. Если мы, ну это должна быть добрая воля, потому что 80% водных ресурсов на территории России, они должны в основном проявить добрую волю по проведению этих работ. Ну или казахстанская сторона, да, должна защищать свою позицию? Да, 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 мы должны. У нас что же самое с Киргизией, с Киргизией, с Киргизией? Это уже переговорные процессы, как мы будем, сумеем добиться, так и будет. Так не добиваемся, получается? Нет, у нас есть общая цель сохранения Каспийского моря. Теперь уже? Да, потому что, почему мелеет именно Каспийское море, это истощение водных ресурсов в реке Урал и реке Волга. Вот две основные водотоки, которые питают водой Каспийское море. Если мы потеряем две страны, да, дружественные страны, вот Каспий, это уже действительно катастрофа. Вопрос обмеления балхажа у нас сейчас актуален. На фоне сохранения Каспия мы можем отрегулировать водные режимы, которые мы изменили. Можно я здесь добавлю, да? Так. Продолжу, точнее, начатую тему, да? Добрый вечер всем, во-первых. И фильм был интересный, очень актуальная тема. У нас с 2019 года эта проблема очень активно поднимается. И также в связи с тем, что в 2018 году массовая гибель рыбы произошла, да, в городе Атрау, да, и это все приковывает внимание к проблеме реки Жаека и Урал. Понятно, что когда мы обсуждаем трансграничные реки, всегда все страны думают только о своих национальных интересах. Возьмем Россию, возьмем Китай, возьмем Кыргызстан. Но Кыргызстан нам по неволе, по сути, как бы отпускает, да, потому что они получают у нас дотации, они у нас получают, как бы, помощь, скажем так, да, поэтому они, как бы, здесь вынуждены, можно сказать. Но мы при этом были, получали сообщения от наших коллег, которые в Кыргызстане и Бишкике живут, что вот в прошлом году у них по вечерам Бишкике свет отключали, потому что у них же гидроэлектростанции, которые зависят от объема воды. То есть здесь, конечно, мы уже между, а также Кыргызстаном и Таджикистаном видим уже конфликт на почве доступа к воде, да, то есть этот процесс, он идет, и это уже реальность, это все происходит. Поэтому здесь мы, конечно же, на уровне президента должны проводить, да, вот мы все вот в ленте, в социальных сетях все пишем, да, про петербургский форум, но мы не слышали то, что наш президент обсуждал проблему. Подождите, вчера президент как раз отдельно вынес вопрос по реке Урала, это уже о многом говорит. Да? А, ну это хорошо. Ну, во-первых, конечно же, мы должны получать от России больше воды, во-вторых, то, что вот отметили в фильме, проблему заиливания должны решать, да, то есть... Да, спасибо, я надеюсь, вы придержите немного мысли, здесь подсказывают, что нам пора на рекламу, вернемся сразу после. Да, я бы хотела продолжить касательно вот внутренних наших проблем, да, то есть, конечно, одно дело, когда нам Россия отпускает больше воды, да, но есть у нас внутренние проблемы, то, что заиливания не решают, да, то, что гидрологов не готовят, да, и также вот управление водными ресурсами. У нас принят бассейновый принцип управления водными ресурсами, да, но работа бассейновой инспекции заключается в том, чтобы просто рассмотреть заявки от предприятия на водопользование, да, там вот эти промышленные предприятия, они кубометры, то есть сотни тысячи кубометров воды используют для своих нужд. Вот это, например, не рассматривается с точки зрения экологии, оно рассматривается с точки зрения потребления только. Вот этот подход нам нужно поменять. Экологи должны быть во главе управления водными ресурсами. Мы слышим от некоторых водников, там, депутатов маслехатов, еще какие-то вот эксперты, активисты, которые говорят, что нужно создавать отдельное министерство. Нам не нужно создавать отдельное министерство. Если кому-то нужно кресло, это не повод создавать отдельное министерство по водным ресурсам, да, то есть мы должны, наоборот, усилять роль экологов, то есть экологи должны быть во главе. Водные ресурсы не должны использоваться с точки зрения только потребления. Мы должны с точки зрения защиты и охраны смотреть на водные ресурсы. То есть мы не должны всем подряд выдавать разрешение на специальное водопользование, кто попросит. Также в видеофильме показали касательно водоохранной зоны, водоохранной полосы. У нас это огромная проблема. У нас в подзаконном акте указано, что Акиматы должны утверждать водоохранные зоны вдоль реки и озер. То есть это компетенция Акимата. Но при этом мы видим, что в столице, вот Малый Талдуколь, до сих пор бьемся, они не утвердили водоохранную зону, засыпали озеро природного происхождения. В 1913 году на картах это изображено, это озеро. То есть о чем мы говорим? Здесь мы должны как единый организм принимать решения. Не так, что свалили всю ответственность на Акиматов, а в Акиматах нет специалистов, которые всю эту проблему понимают. Поэтому вот здесь нужно комплексно действовать и не надо раздроблять и создавать новое министерство. Да, здесь важно еще отметить, вы правы, что у нас нет централизированного органа, который за все это отвечает. У нас есть и министерство экологии подключено, и МИР, и Акимы на местах подключены. То есть в итоге спрос кого? Спрос уже непонятно с кого взять. Даже тоже вы говорили про леса, которые на границах рек, на берегах рек растут. Вы же видели даже фрагмент из фильма. Там буквально вот за земельной насыпью река Чиган, которая питает также Урал. Но все вырублено, строятся многоэтажки, строятся какие-то комплексы, и непонятно, кому обращаться. Звоню в ГАСК, они мне говорят, идите в Акимат. И вот этот футбол, грубо говоря, начинается, и конца края этому не найдешь. Мы считаем, что вот касательно, вот изучив проблему Малого Талдуколя, мы пришли к такому выводу, что нужно усилять роль бассейновой инспекции, нужно усилять роль центрального государственного органа. В рамках закона о самоуправлении, конечно, мы дали компетенции Акиматов, но у Акиматов экологическая культура очень низкая, нужно отметить. Вот такая проблема, когда они свои функции не выполнили, не утвердили водоохранную зону, раздали под строительство, люди шумят, все это незаконно, судебные разбирательствуют. Поэтому, чтобы такого не было, нужно вот эту функцию по защите водных ресурсов уже поднимать на более высокий уровень. Мы считаем, что это будет более правильное решение, чем сейчас. Согласна. У каждого госоргана и местноисполнительной власти свои же функции. На местах это они должны определять по землям, они в черте водоохранной или как. Во-вторых, то, что министерство – это вышестоящий госорган, будем так говорить, который должен контролировать и надзирать за теми действиями Акимов на местах. Вот и все. Оно в этой иерархии как бы есть. Другой вопрос – как этот надзор, как этот контроль исполняется. Вот это у нас как раз-таки большая проблема. Почему я и говорю? Необходимо именно на Жаеке, на реке Жаехт создать правовой режим регулирования хозяйственной деятельности. Вот то, что говорим, там дома строят, как попало, где попало. Пока этого не будет, так и будет строиться. Пока мы не включим вот эту реку в этот перечень особого государственного значения, туда. И вот тогда будет и ответственность повышена. Попробуй там что-нибудь построить. Вначале для того, чтобы взять разрешение, тебя там замородуют. Во-первых. Во-вторых, если незаконно построишь, тут уже и прокуратура, и все подключатся. Вот, наверное, надо в таком русле двигаться. Можно я скажу касательно контроля? На самом деле у Министерства экологии нет функции контроля над деятельностью Акиматов. Акиматы, как мы все знаем, они напрямую подчиняются администрации президента. При этом, когда в администрации президента назначают новых Акимов, они даже не учитывают, какие дела были проведены. Вот то, что Акима Абайской области назначили, Уранхаева, это та главная фигура, которая и стояла во главе вот этого засыпки озера Малый Талдуколь. А его взяли Акиму Абайской области, назначили. Ну все это понятно, да, мы сейчас про Урал говорили. Я вот хочу закончить по компетенциям госорганов. У Министерства экологии нет функции контроля за деятельностью Акиматов. Нету. Вот Акимат по подзаконному акту обязан был устанавливать водоохранную зону, и компетенции находятся в Акимате. Но если они не установили, то водная инспекция, они не могут ничего с этим сделать, понимаете? Вот здесь у нас, получается, нет функции контроля над деятельностью Акиматов. И администрация президента тоже не контролирует их, а даже не назначает таких чиновников Акимами. Ну это же позор. То есть с таким госуправлением, как мы собираемся защищать наши водные объекты? Вот если нас администрация президента смотрит, вот, подержите себе, да? Как говорится, ухлахтаранзгалтанцерга. А вот главный вопрос, а хотим ли мы их защищать? Ведь вода, как мы только что на рекламной паузе обсуждения были, это товар, и его можно продать. Вот нет ли такого сейчас, что мы сейчас лучше где-то подзаработаем на местах, но спасать его, вот почему до сих пор, допустим, нет какого-то особого статуса у реки, которая трансгранична, которая играет большую роль для того же Каспия, которая, кстати, милеет. Ну вот, представитель министерства министерства. Да, в целом, если мы говорим теперь о том, что Ажаик должно быть включен в этот перечень особо значимых водных объектов, эта работа проводилась в министерстве, и комитет по водным министерствам эти вопросами занимался, там у них загвоздка получилась с министерством юстиции, потому что они не могли там обосновать, почему это надо его включать в этот перечень, и поэтому, ну, конечно, обоснования в сети есть, ну, доводы то, что обязательно это должен быть обед включен в этот перечень, и, думаю, эта работа министерством, ну, комитет по водным министерствам будет завершена в этом году. В целом, данный вопрос. Можно я отмечу касательно министерства юстиции? Вот в прошлом году мы же принимали новый экологический кодекс, который вступил с 1 июля 2021 года, да? И вот с января по июль дали определенный срок для подготовки подзаконных актов. Когда подзаконные акты министерство экологии подготовило, они были правильные, да, там приложения все были на местах, да? А когда зашли на регистрацию Минюст, там какие-то умники сидели и посокращали, у нас кривые подзаконные акты вышли. И потом целые там почти что 6 месяцев строительные компании не знали, что делать с этим подзаконным актом, урезанным. Поэтому здесь очень важно, чтобы в Министерстве юстиции не сокращали вот это содержание, да, тем более, что они не разбираются в экологии. Если у них есть какие-то вопросы, они должны спрашивать у Министерства экологии, насколько это целесообразно, да, а потом уже принимать решение. Вот это важный момент. Теперь вы затронули тоже вот бассейновые инспекции, вот их деятельность на местах. Конечно, согласны, что... Нужно усилять роль. Да, их роль, их авторитет, может, на местах, это они тоже зависимы внутри, потому что внутри тоже есть большие определенные силы, которые решают, принимают решения, и бассейн инспекции на это особо... Даже если у них есть и нормовая база, и другие как бы правовые речаги давления, ну, это, конечно, это у нас будет более прозрачно, я надеюсь, в дальнейшем, и бассейн инспекции будут иметь больше голоса вот именно о принятии решений по управлению водными ресурсами. Но в то же время, да, их как бы сейчас техническое вот это вот оснащение и даже по кадрам очень слабое, и это вот тоже... Еще и сокращение идут, сказали нам. Нет, сейчас рассматриваются, будут усилять, есть, конечно, поручения, теплощие рассматриваются, ну, это тоже каждый год сколько обсуждается, но в целом работа будет, думаю, вот с этого момента, ну, сами определенные, знаете, наши политические моменты, думаю, это будет уже более конкретные действия приниматься, и результат будет. Именно по жейкоспийскому бассейну, у нас, вон, самый большой бассейн водохозяйственный, потому что охватывает три области, знаете, Мангистарскую, Атуралскую, там, Западно-Казахстанскую, и у нас там бассейн инспекции, центральный аппарат, их там всего лишь-то менее 20 человек, сейчас около 18-18, но все эти три области, там один сидит, там один сидит, и самого руководителя этого бассейна инспекции, у него нет никакие даже технические возможности все это контролировать, весь бассейн, то, что делает на местах. Поэтому у нас все равно, конечно, должна быть культура, именно у бизнеса должна быть культура, он должен относиться, если он использует водные ресурсы, он должен понимать то, что он не один здесь, и должен, ну, культура, это этика наша, и мы должны это воспитывать, из маленьких лет, поколения, и мы к этому придем. Я хочу поддержать коллегу, на самом деле, ЖАИ Каспийский бассейн, мы, наши докторанты, имели пару исследований, в 2019 году, мы увидели, что действительно, начиная с 70-х годов, уже растет антропогенная нагрузка, зарегулированность стока, да, по основной линии реки Урал, это между Ириклинским водохранилищем и Оренбургом, между Верхноуральским и Ириклинским водохранилищем, там основной водозабор идет полностью, водохранилищем регулируется, на основном стоке Урала сейчас стоит 12 водохранилищ с объемом больше 10 миллионов кубических километров, да, метров, это очень большие водохранилища, тот, который, эксперт, который дал интервью, он правильно сказал, сейчас основной правый приток Сакмара дает 45% воды, которая истекает и в Казахстан, последняя, как бы там, регулированность там была, водохранилища Сакмару, когда построили, вместе с тем, еще основной сток остается, который поступает до Казахстана, в этом плане, я считаю, что научные, исследовательские, как бы, проекты должны быть совместно с россиянами, которые мы озвучивали сейчас сегодня, Оренбургский степной университет, единственное научное учреждение, которое занимается исследованием Урала, и то она занимается только основной линией Урала до города Оренбурга, да, и это, рядом с городом Оренбургом, а приток Сакмара, который и до Казахстана, это никто не занимается, поэтому, действительно, сегодня эксперты поднимают правильный вопрос, все специалисты водохозяйственной сферы формировались, это вот 70-е, 80-е годы, советский период, да, после этого наблюдается дефицит острый, сегодня, не зря наш президент вчера в Санкт-Петербургском международном форуме поднял вопрос, что надо переходить, рассмотреть на цикличную экономику, да, то, что мы, когда используем водные ресурсы, основу, то мы должны думать об экосистеме этого, да, чтобы восстанавливало. Я хочу здесь отметить, вот многие эксперты участвуют, с прошлого года в Министерстве экологии, геологии и водных ресурсов занимаются разработкой нового водного кодекса. Многие вопросы, которые сегодня были озвучены, да, то есть компетенция в сфере водной отрасли, усиление бассейнов, инспекции ролей, да, все это приписывается сейчас в новом водном кодексе. Она будет, вот это министерство будет основным ведомством, которое будет координировать всю деятельность и акиматов этот. В рамках этого водного кодекса сейчас прописывается, чтобы общественность участвовала, активно участвовала. Сейчас она ограничивается общественными советами, да, при бассейновых инспекциях. Сейчас общественные институты, институты гражданского общества активно должны участвовать в сохранении экосостояния наших трансграничных рек. К сожалению, вот по данным института исследования воды американского, мы относимся к центрально-азиатский регион и Казахстан относятся к региону с высоким стрессом воды. 44% стока воды у нас формируется из трансграничных рек. То есть, у нас самый, сегодня тот момент, когда и законодательство, и то, что мы в общих организациях состоим, мы имеем полное право сейчас провести совместно с россиянами научные исследования, провести совместные какие-то строительные работы, да, чтобы урегулировать и улучшить экологические состояния бассейна реки Жаик. А по-другим у нас совсем другие проблемы, потому что, если мы 44% зависим от внешних, Узбекистан зависит порядка 70%. То есть, надеяться, что Узбекистан нам больше будут отпускать, да? Это на самом деле не так, надо будет работать, тесно работать. С Китаем у нас вообще никаких соглашений нет. Надеяться не на что вообще. Можно я продолжу? Звучит, да, ужасно. И мы надеемся на чью-то добрую волю. А можно я продолжу сказать на добрую волю? Сейчас, да, я закончу. С другой стороны получается так, что мы и вроде как вот одни разговоры ведем, но с нашей стороны мы не чистим русла реки, не помогаем ей никак задерживать воду ту же паводковую хотя бы. Мы выпиливаем пойменные леса и прочее, прочее. То есть, это уже нужно параллельно делать. Да, мы договариваемся с россиянами о каких-то будущих проектах в совместных исследованиях, и при этом у нас у самих мы сидим и ничего не делаем. Разве так можно? Экологи бьют тревогу, они идут в Акимат, те выслушивают их, конечно же, и отпускают там, я не знаю, наобещав много каких-то действий. Мы сейчас опять разговариваем, и мне слышится лишь только, ну, опять же, какой-то разговор, будут действия, будут действия, вы говорите, когда конкретно нам ждать, давайте об этом. Вы только что сказали о взаимодействии с Российской Федерацией. Мы бы хотелось услышать, когда конкретно нам ждать действий. Я как раз таки, он заодно, может быть, и ответит на этот вопрос. Дело в том, что мы говорим о стоках, да, с Российской Федерацией. Объем стоков, он был еще по протоколу подписан в 1996 году. Солоевое? Да. Там прописано так, среднегодовой сток, ну, в умеренные года, как бы, да, он должен составлять где-то порядка 7,8 кубокилометров. В маловодный период 5,4 кубокилометра. Солоевое? Ну, меньше. 5,4. Так, цифры точно знаю. В очень маловодный период это 3 кубокилометра. И это было подписано в 1996 году. Теперь я спросил вот на одном из в прошлом году совещаний таких вот, как раз встречались с Министерством вашим. Я говорю, кто эти цифры вообще рассчитал, утвердил? Говорит, российская сторона, там их институт и все прочее. Мы участвовали? Нет. С нами согласовывались? Нет. 25, 26 лет уже, да, эти цифры витают и по ним там спускают. И все время там Никаноров тогда приезжал, вице-министр, вернее, замминистра по водным ресурсам, по-моему, да? Зам-председатель комитета с российской стороны, да? Агентство. Ну, они тоже при министерстве. И вот он там стучал в грудь, там рукой там бил об стол и говорил, сколько мы захотим вам спустить воды, сколько мы спустим. вот такое вот отношение к нам с их стороны. А мы беззубы, бескребетно, безвольно соглашаемся. О, сколько дадут, сколько дадут. Ведь надо тоже нам свои доводы проводить, приводить свои доказательства, говорить там об объемах каких-то. Почему они все зарегулировали, да? И спокойно нам спускают остаток воды. Согласились, когда-то дадут. Теперь надо, пересматривать надо. Ну, почему же нужно договаривать, что на уровне президента нужно? Это же не на уровне министерства. Не на уровне министерства. Мы молчим, сидим. Мы не можем ничего сказать, рот открыть не можем. Между министром экологии встречи были с российской стороной. Я же видел, как они работают друг с другом. Я, кстати, с вами согласна даже посмотреть, пересмотреть ту встречу с господином Никоновым. Он вел себя очень таким гонором, по-барски, я бы даже сказала. И почему-то я вижу, как с нашей стороны сидят специалисты и буквально заикаются. это что вообще? Вот это очень важно. Вопрос, кстати, когда происходят двусторонние встречи по трансграничным рекам, по экологическим составам, по гидрологическим, у нас участвует всего пару экспертов научных. В основном это чиновники. Чиновники основной, кто возглавляет комиссию, он что говорит, и остальные все на него смотрят. А вот со стороны России я наблюдаю постоянно, со стороны Китая я наблюдаю, со стороны Узбекистана, больше половины состава это ученые, которые прям фактами четко доказывают, да, и апеллируют фактами, и требуют. они те же, из года в год, понимаете, со стороны Китая 30 институтов, мощь на работе. А у нас чиновники, они меняются, министр тоже не всегда специалисты, вообще, по-моему, не было специалистов, чтобы... Поэтому продолжение ученых больше надо включать. Они меняют место дислокации, место института, но специализацию они не меняют. Можно я касательно культуры, я отмечу, представитель министерства сказал, касательно внутреннего потребления, то, что Россия отпускает, это вопрос на уровне президента. Но то, что касается нас, внутри страны, это мы можем на самом деле решить. Вот касательно культуры промышленных предприятий, здесь не приходится уповать на их культуру. Нигде в мире предприятия сами по своему желанию ничего для экологии не делают. Вот в Европе они сделали... Почему? Потому что в 2010 году у них приняли директиву по промышленным выбросам. Их заставили. Если вы не будете делать, вы будете платить миллионные штрафы. Вот и все. Методом пряника и кнута. Мы не должны здесь уповать на хорошую культуру вот этих предприятий. Хорошо, мы немножко сейчас от темы отходим. Да, я бы хотела конкретных действий ждать. Да, мы очень долго говорим уже десятилетиями. Именно протокол как отметили 96-го года, именно когда эти цифры рассчитывались, как они рассчитывались, но это было вот сколько времени прошло, тогда я сейчас тоже не могу на этот вопрос ответить. Но в целом то, что вот российская страна вот вы говорили вот в прошлом году то, что Неконоров, но это был такой вот может эмоциональный момент, именно в тот момент, потому что вот вы знаете в транграничных отношениях по водным ресурсам он кооперация и конфликт он в одно время существует, то существует. Ты по одним вопросам сотрудничаешь, по другим вопросам конфликтуешь. То это в принципе самое главное у нас политические отношения нормальные. И в целом мы идем постепенно, но это сложно вообще, трансгонечные вопросы, если вы знаете по другим, если бассейны посмотреть, мировой, даже Канаду и Соединенные Штаты, они только 70 лет договаривались только вот подписали соглашение. Это очень сложный вопрос, поэтому и нужно быть очень осторожными египтами при каждом решении этих вопросов. Есть же хорошие примеры международные. Есть, можно сейчас говорить. Ну это европейские. Не надо только уходить. Вот у нас, я уже говорил в прошлом году, вот стоп, по РТШу, зарегулируйте так же, как они зарегулировали на стону живых. У нас он зарегулирован, по РТШ у нас зарегулирован. Мы отпускаем, если у нас по РТШу уходят 20 миллиардов кубометров в год, потому что мы его сами не используем, нам он не нужен. Он просто уходит в Российскую сторону. Как раз таки этим вопросом заниматься для того, чтобы их караганда и ТШ держать за одно место. Держка и правил противовес. Да нет, я могу уже в пятый раз задать вопрос, я терпеливая. Именно то, что вот внутри делается. Есть определенные мероприятия, там, акиматы делают, выделяют, там, ну, глубительные работы, очистку проводят, но в то же время от них эффекты тоже особо, ну, скажем только, что большой эффект. А они добросовестные проводят? Нет, они как добросовестные, ну, тоже согласовывают, и как бы они вот, ну, глубительные проводят, и в то же время как бы обосновывают, что это нужная работа. Но это есть тоже другие моменты, где-то она нужна, где-то, может, не нужна. Нет, от таких видов работ эффекта не будет. Вот, воды нету, но мы будем дать его. Вот программа, которые подписали, каждый выполняет на своей территории. Россия на своей территории, мы на своей территории. Там есть тоже мероприятия по очистке, там по загрязнению, по определению, кто основной загрязнитель, чтобы их уменьшить, и другие мероприятия. Ну, в целом, пока только это начинается, я сейчас не могу сказать, что там, потому что другой департамент занимается там. Можно, так как мало времени осталось, можно я по гидромониторингу? Да, я просто хотела уточнить здесь, мы говорим о том, что проводится какая-то очистительная, рабочая и прочая, но вы же понимаете, что этого недостаточно. Говорим много, делаем совершенно какие-то крупицы. Дополнительно я скажу как раз. Можно? Давайте, Даниэр, ответим на этот вопрос. Он же по Транжиничным рекам только. Это как раз у нас сегодня тема трансграничные реки, конкретно Урал. Я имею в виду, внутренние вопросы, есть комитет о том, что у меня департамент по Транжиничным рекам. Это не к нему относится, поэтому я пытаюсь вам сказать. От них эффект, как бы, выполняется, много этих мероприятий проводится, конечно, от каждого. Много это какие мероприятия? Давайте хотя бы услышим, какая сегодня проводится работа на реке Урал, будь то с нашей или с российской стороны. Они только вот разрабатывают и будут выполняться, я сейчас точно не могу сказать, но это вот именно тоже по пойменным лесам. Хорошо, говорю вот на эту программу. В этой программе прописаны мероприятия. Если вы говорите, что это пустая программа, там есть мероприятия, которые направлены именно на... Когда они начнут работать об этом вопрос? Вопрос уже в этом году там бюджет выделяется, уже есть обоснования, уже есть одобрения с определенных органов. И эти вопросы... Мы ждем результаты этих, как они начнутся, мы увидим, они эффективны, неэффективны. А мимо очистки какие конкретно работы будут проводиться? Можете нам сейчас рассказать о планах? Я сейчас пойму вопрос. Я думаю, что он не сможет, потому что это не к нему относится. У них же департамент разгонечных вод, это же отдельно. Если бы заранее предупредили, бы об этом мероприятие. Я бы все это принес, бы и сейчас бы все это показал. Давайте я на этот вопрос отвечу. Мы, к сожалению, у нас время заканчивается, и поэтому хотелось бы немножко подытожить. Мы знаем то, что... Остальные темы остались не затронутыми. Гидромониторинг, например, подземные воды. Это обширная тема, мы к ним еще будем возвращаться. Одним эфиром вопрос не закрыть, это 100%. Здесь хотелось бы отметить, что уже в начале этого года стало известно, что 127, 127, извиняюсь, миллионов долларов выделят на оздоровление реки Урал. Это в Атраусской, в Западно-Казахстанской области. Пойдут деньги из бюджета. И здесь хотелось бы обратиться к тем ответственным людям, которые будут эти деньги уже направлять на конкретные задачи. Мы очень надеемся, что вы не усмотрите в этом возможность, новые возможности распила бюджета, а действительно займитесь делом. А мы будем следить. До свидания. Ой, я ничего не знаю.